Такую подставочку, на нее можно разогревать тушняк. Добрый день, дорогие друзья. Мы находимся с вами сегодня в городе-курорте Анапа. Нас пригласили в гости вектор времени, которые хотят помочь нашим солдатам. Это компьютерная академия, которая находится в городе Анапа на улице Промышленная, 4-2. Здравствуйте, меня зовут Николай Евгеньевич. Я основатель компьютерной академии вектор времени. Академия наша существует уже 5 лет. В Анапе начинали мы с маленького класса 10 старых компьютеров. К нам пришло 30 детей. За 5 лет мы выросли до трех филиалов. У нас сейчас больше 100 компьютеров. Помимо программирования, компьютерной графики, цифровой живописи, мы открыли для себя и для детишек Анапы техническое направление. Клуб под названием «Кибернетик» собирают не только роботы, но и активно моделируют, работают с различным инструментом на детских станках. У нас представлен самый широкий в Анапе номенклатура робототехнических наборов от 4 лет до даже взрослых приходят к нам изучать Ардуино, Разбери. Наше новое направление, которое я хотел бы сегодня представить, связано с вот такими всем известными устройствами. Их называют дроны. Они бывают у нас вертолетного типа, самолетного типа. Курсы по пилотированию дронов мы знаем, что активно внедрены во все технические вузы. Это как управление автомобилем. На третьем-четвертом курсе получают корочки по пилотированию дронов. Мы бы хотели сделать для школьников старших классов и даже средней школы. В игровой обстановке и с использованием симуляторов, с использованием тренажеров научить ребят пилотировать, избежать тех ошибок в обучении, которые делают начинающие и профессиональные стороноводы. Для обучения мы будем использовать вначале вот такие маленькие, в защищенном исполнении, видите, радиальная защита с камерой, маленькие дроны, управление которыми абсолютно сопоставимо с такими профессиональными моделями. После того, как они освоят пилотирование на маленьких дронах, отлетают на симуляторах, на тренажерах, мы перейдем к более большим моделям. Курс обучения закончится экзаменом как в закрытом, так и в открытом помещении. На нашей базе будем готовить школьников и всех желающих. В сотрудничестве с МПГУ на их базе, но силами наших преподавателей с помощью наших аппаратов готовить студентов. Сейчас мы находимся в классе компьютерных симуляторов, компьютерных тренажеров. Дети летают на РПО-дроне. Прежде чем перейти на реальные управляемые дроны, соответственно, они должны отлетать порядка 10-12 часов на симуляторах, авиатренажерах. Для полетов на дронах мы используем вот такую вот аппаратуру. Мы подключаем наши пульты к компьютеру и летаем в тренажере. Да, я буду тебе говорить, куда лететь, а ты будешь летать хорошо. Видно тебя? Да. Подлетай к столу. Аккуратно, давай вперед. И аккуратное приземление. Опачки, молодец. От заведения попросить у администрации помощи в организации полетов, обучающих для детей за пределами помещения. Можете увидеть здесь именно компьютерные рисунки, которые делают дети в этой школе. Всем привет. Меня зовут Дмитрий, я учитель рисования. Подумал, чем могу помочь фронту. Зимой занялся изготовлением окопных свечей. Кто не знает, что такое помощь группы в Телеграме, называются окопные свечи. Запрос на них есть, мы их делаем большого количества, отправляем. Как можно улучшить эту вещь, доработать, усилить от нее эффект? Во-первых, вывести угарные газы, которые скапливаются в закрытых помещениях. Опорника, например. Во-вторых, повысить эффективность теплоотдачи. Стал копать опять-таки интернет, нашел кое-что, доработал сам. Можно сделать много чего, но я делал так, чтобы вот в любой квартире своей я мог сделать с помощью отвертки это все, батиные дырели и за 150 рублей ножовки по металлу. Моя цель была сделать, чтобы каждая мама, каждая жена, если захочет ее, мужчина, попросите, чтобы было ему потеплее, могла это сделать. Эту заглушку купили в Новороссийском Леруа Марлене. К ней прикручивается 4 уголочка на винтики. Сюда ставим окопную свечку. Дальше. Первое колено. Трубы в ближайшее место нашел в Казани. Тысячи полторы за них заплатил за доставку с деком 2500. Потом нашли вариант в Леруа Марлене, но я уже купил. Сюда ставим первое колено. Колено высота у него полметра, чтобы она была, печка пониже, чтобы можно было ее легко пользоваться. Возле нее можно было бы спать. Внизу находятся входящие отверстия ниже уровня горения, вставляемые сюда. Дальше идет переход 90 градусов здесь и метровое колено. Собственно, она закрывается. Я подумал, как ее совершенствовать. Здесь я сделал на хомутках, на стальных, с помощью уголочков, такую подставочку. На нее можно разогревать тушняк, консервы, на две больших банки. Первое. Второе. Это длинная труба. Она является рефлектором. То есть, она аккумулирует... Извините, я не инженер, не техник, а учитель рисования. Просто самоделкин. Она аккумулирует здесь горячие газы. Затворка в печах русских называется. Наказывается газ. Ютуб говорит, что нагревается даже в морозы она до 260 градусов в этом месте. А на выходе получается ноль. Потому что затворка здесь... Соответственно, на этой штуковине метровой можно сушить свою одежду. И удобно. Я думаю, разогреваем. Мы об нее греемся. Это сушилка. Она же является, очень важно, вытяжкой угарных газов и испарения, к сожалению, этого парафина наружу. Дальше мы крепим на хомуточек, разумеется, гофо-трубу. На трехметровую я не буду сейчас ее растягивать. Пусть на парне растянут. И кончик я ее закрасил акриловой невонючей краской. Сами понимаете, что она не блестела. Неприглядного вида колпачок специально. Он будет наружу торчать, понимаете? Он должен выглядеть мусором, не крашенным совершенно. Это колпачок. Он, разумеется, закрывает от дождя, от снега, от ветра, от заливания. Комплектуется дополнительными хомутками и проволокой. И это специальный пакет с саморезиками, чтобы не потерялись. И отверткой, чтобы можно было зафиксировать эту печку к стене, к потолку. Где-то, парни, сможете. Скотчем, баулом. Инструкция печатала для этой печки. Передадим с уважаемым волонтером. Будет ссылочка под видео на PDF-ку, чтобы каждый, кто решит, что ему такую штуку нужно сделать. Но это все можно сделать, я думаю, тысячи за две. Спасибо вам, братья. Помогаем, чем можем. Добрый день. Меня зовут Анна Владимировна. Я руководитель компьютерной академии «Вектор времени». И мы собрали небольшие подарки для наших бойцов. Не знаем, насколько угадали, но, ребята, дадите нам обратную связь. Скажите, что надо, что не надо было. От всего нашего коллектива и от родителей наших учеников мы передаем вам большой привет. Возвращайтесь, пожалуйста, целыми и невредимыми. На вот этом большом плакате стенде представлены основные узлы робототехнических устройств. В сердце любого робота у нас правило это микроконтроллер. Микроконтроллер – это маленький микрокомпьютер, включающийся мини-память, мини-процессор, позволяющий успешно управлять вот такими более сложными моделями дронов. Сборка умных устройств на базе Ардуина, на базе Raspberry. Прототипы, соответственно, схемы устройств Ардуинка. Это и система «Умный дом», и GSM-сигнализация, контроллер для аквариума, часы на светодиодах. Все эти вещи ребята собирают и после этого программируют. Первое применение дронов чрезвычайно разнообразно. Это почтовые дроны, дроны-спасатели, дроны, которые оценивают линии электропередач, контролируют газопроводы, нефтепроводы, спасают людей. Опыт спасения людей известен даже в Анапе, когда этим летом дрон спас утопающего. Поэтому все желающие, кто хочет научиться управлять разными моделями дронов, ремонтировать их, проводить техническое обслуживание, печатать рамы на 3D-принтере, Мы всех желающих ждем на базе нашей компьютерной академии. Помимо дронов, детишки успешно собирают имитаторы гусеничной техники, вот такой танк. Такие устройства, которые преодолевают препятствия, ездят по одной линии, на которых проводятся соревнования. Гуманитарная, финансовая помощь и печка окопная поедут, Юрий, с вами в ближайшее время. Вот наша печка, посылочка. И еще мы скинулись, собрали деньги и передаем через уважаемого волонтера. Мы просто сами точно не знаем, парня, что нам там нужно. Он знает, что нам будет требоваться. И призываем всех, помогайте, помогайте нашим парням. Вот это вот интересное место мы сегодня с вами попали. И я благодарю сразу же за помощь нашим солдатам. Искренне, души. Если хотите, чтобы ваш ребенок развивался в более современном ритме, обращайтесь к ребятам. Ну и дай бог нам скорейшего всем мирного неба на голове. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok